Ну что, вот мы и вернулись. Это Юля. Ой, как хорошо, что с вами по-прежнему Саша. И утренний шоу «Разбудильник» мы продолжаем. Доброе утро в нашей компании. Продолжается, и мы сейчас будем допрашивать Сашу. Мини. Саша, когда ты последний раз смотрел телевизор? Ой, ну телевизор я смотрю... Ну, помимо на работе. Помимо на работе, честно, я смотрю каждый вечер. Я смотрю различные научно-популярные программы. Про то, как что или иное, какие-то вещи создаются, и как вообще это работает. Интересно. А кино когда последний раз смотрел? О-о-о-о! Это больная тема для меня. Я не помню, Юль, честно, когда последний раз это было. Но не смотрю я кино. Я не знаю почему, не смотрю. А вот знаешь, я тебя немного понимаю. Вот я сейчас, например, да, я смотрю мультики. О, мультики это классно. Ты смотришь мультики? Иногда да. То есть вот кино побеждает мультики? Мультики побеждает кино, все-таки получается. Потому что вот я люблю, знаешь, олдскульные такие. Ага. Я люблю Тамаджерри. Я люблю, ну погоди, смотреть. Ну и знаменитого мне тоже нравится. Маша Медведева потрясающая. Это, конечно, да. И вообще каждый раз, когда у меня выдается свободная минутка у мамы в декрете, я говорю, слава авторам Маши Медведя. Да, это легендарно, мне кажется, уже. По-моему, показывают где-то за рубежом даже этот мультфильм. Вот такой он успешный и классный. Мне кажется, Саша, мы просто с тобой еще не выросли. Взрослые люди смотрят фильмы. А мы с тобой пока еще смотрим мультфильмы. И в целом, я думаю, что когда-нибудь и мы с тобой вырастем. Когда ты вырастешь, Саша, какой фильм ты бы хотел посмотреть? Ну вот ты слышал от друзей, что хорошее, и ты такой, вот подрасту обязательно. Когда мама с папой разведет. Знаешь, все говорят постоянно, вот пара аватар, я слышу, это всех. Я знаю, что там синие люди, или не люди. Там почти мультфильм, Саша. Зверушки там какие-то. Отличное начало для того, чтобы перейти с мультфильмов на кино. Я аватара смотрела в кино. Да, тебе понравилось. Так что я тебя побеждаю. Все-таки я смотрю в кино. Ну, слушай, тем не менее, я думаю, что большинство наших телезрителей все-таки интересуются кино и смотрят не так, как мы с тобой. Поэтому что можно посмотреть где-нибудь вечером, например, дома? Ну, а давайте узнаем, может быть, и мы с тобой тоже потом когда-нибудь посмотрим это. Может, и в кинотеатр сходят. Может быть. Доброго времени суток, друзья. Меня зовут Наталья Халтурина, и сегодня мы поговорим о кино. Речь пойдет о мультипликационном фильме «Рок-дог 3. Битва за бит». Настали новые времена. Волки больше не охотятся на овец. Мастиф по имени Боуди ездит масштабные туры, исполняя свои песни. А на ТВ происходит развлекательное шоу, в котором музыканты борются за главный приз. Друзья, «Битва за бит» — шоу, призванное раскрывать музыкальные таланты. Цель шоу «Битва за бит» — показать не талант их участников, а панчи, то есть подколы, наставников музыкантов между собой. Каждую неделю мы будем готовить музыкальный номер. Победитель заключит мега-контракт со студией. Нашего героя Боуди тоже зовут в это шоу, но ему совсем не нравится его недружелюбная атмосфера. И он отказывается, даже несмотря на то, что там участвует его кумир, живая рок-легенда Кот Энгус. Меня пригласили стать новым наставником в «Битве за бит». Я покажу молодняку, что такое легенда рок. Все друзья и семья Боуди с упоением смотрят это шоу. Но в финале приз достается команде противника Энгуса. Тот по какой-то неясной причине на финал не приходит. Звезда рок-н-ролла Боуди! А тебе достанется девичья группа Кейнайн! Что? Вопреки его ожиданиям, ему в подопечные достается группа. Поп-группа из трех девчонок. Им, кажется, совсем нет дела до музыки Энгуса. И они поют свои примитивные песни. Они не понимают в роке ничего! Рок-н-ролл – это не единственный жанр музыки. Ого! Здесь просто нереально! Ох ты! Кто знает пароль от Wi-Fi? А тут еще и противник Боуди высмеивает его и его девчонок так, что те выглядят очень глупо. Девочки, вы же хотите выиграть контракт, верно? Угу. Покажем им рок-н-ролл! Справится ли Боуди со своей задачей? Кому и зачем нужна такая недружелюбная атмосфера в шоу? Узнайте в кино. А теперь слово уважаемым наставникам. По-моему, чуть высоковато, Филин. Я бы рад с тобой согласиться, Неон. Но тогда мы оба соврем. Фильм 6+, но там все по-взрослому. Мне было действительно интересно смотреть этот фильм. Он очень добрый и интересный. Теперь ты станешь лицом нашего шоу. Король под колоком! Он подталкивает юного зрителя к важным выводам. Будь собой, иди до конца, не бойся рискнуть. Добро и дружба побеждает. И другим. Покажи рок. Музыка обладает невероятной объединяющей силой. Мне понравилась и картина, и песня в ней. Особенно финальная песня «Спой со мной». Конечно, она примитивная, но веселая и добрая. Я думаю, всем детям понравится. Ну давайте зажжем уже! Рук Дук 3 Ходите в кино, смотрите кино. С вами была Наталья Халтурина. До новых встреч! Мы в утреннем шоу «Разбудильник» затрагиваем, если не все, то почти все сферы нашей жизни. И вот мы от кино переходим к музыке. Ну не просто к музыке, а к музыке 2012 года. Помнишь ли ты, Юля, что ты слушала в этом году? Я даже что делала в этом году не очень помню, Саша, если честно. А вот благодаря, кстати, таким рубрикам можно вспомнить не только музыку, но еще... Для многих с музыкой связаны какие-то важные моменты в жизни. Да, конечно. Поэтому я думаю, что очень важно вспоминать музыку из прошлого, чтобы так немножечко вспомнить и себя. Сравнить себя того с тем, который ты вот тут вот такой стоишь. И ух, ничего себе, что там творил-то. Ух, да под эту-то песню. Или там рыдал, или танцевал. У всех по-разному. И, кстати, я смотрел музыку 2012 года, посмотрел, что было самое популярное, составил топ-5 песен. И там действительно под какую-то можно потанцевать, под какую-то можно вспомнить первую любовь, возможно, у кого-то она была в 2012 году. Поэтому, друзья, прямо сейчас давайте вспомним музыку 2012 года. Привет! Сегодня составляем свой плейлист дня из хитов 2012 года. Делай звук громче, мы начинаем. Открывает наш сегодняшний хит парад певица Слава. Ее харизма, ее потрясающие глаза не оставляют никого равнодушным. Ну и, конечно, ее песни тем более. В 2012 году певица Слава выпускает трек «Люди любят». Кстати говоря, с видной частотой трек арокировался на радиостанциях, крутился по телеку и не обходил стороной хит парады, как и у нас сегодня. Песня о настоящей любви и страсти на пятом месте за 2012 год. Слава «Люди любят». Люди любят, когда их любят, когда их вместе любовь разбудит. Чтоб рядом быть, людям просто нужно любить. А ты не верил в любовь, не верил и вон для счастья закрыты двери. Чтоб вместе быть, людям просто нужно любить. «Я тебя больше люблю», «Я тебя тоже нет» или «Жутем». Песня певицы Евы Польны, экс-солистки группы «Гости из будущего» на четвертом месте. Трек Евы Польны – это своеобразная аллюзия на фильм 1969 года «Жутем но моплю». Чем, собственно, и вдохновилась Ева Польна для написания своей песни. Модный на то время бит и замысловатый достаточно текст. «Ева Польна» – четвертое место. «В сердце мое войти можно без разрешения. Стоя на полпути, не прекращай движения. Каждое слово ловлю, ни для кого не секрет. Я тебя больше люблю, ты меня больше нет». На третьем месте нежная и чувственная поп-баллада от певицы «Елки». Трек получил достаточно много положительных отзывов от музыкальных критиков, от журналистов. Некоторые даже говорили, что именно этот трек раскрывает певицу как лирическую исполнительницу. Трек достиг достаточно хороших результатов во многих чартах страны. Ну а сегодня эта песня на третьем месте «Елка около тебя». В 2003 году она пришла на вторую фабрику звезд и победила. Потом то появлялась на экранах, то исчезала, но тем не менее сейчас это одна из лучших певиц России – Полина Гагарина. Рассветом карьеры артистки можно считать примерно 2010 год. Именно тогда Полина очень сильно похудела, кардинально поменяла имидж и стала выпускать классные песни. Одна из которых, кстати говоря, сегодня в нашем чарте. Спектакль окончен второе место Полина Гагарина. Спектакль окончен кастлет свет И много точек больше нет Останови музыку Спектакль окончен Эпи-энд У каждого исполнителя, у каждой группы есть песня, которая считается визитной карточкой. Эту песню узнают большинство людей и слушают ее с огромным удовольствием. Кстати говоря, у группы Five Star Family тоже есть такая песня. В апреле 2012 года наша страна услышала это творение под названием «Вместе мы». В то время солисткой коллектива была Юлиана Караолова, которая спела эту песню и отправилась, что называется, в сольное плавание. Конечно, потом были другие солистки, трек переписывали, но мы любим и помним песню именно в исполнении Юлианы Карауловой. Five Star Family. «Вместе мы» — первое место. Я с тобою, как краю, для тебя дышу, для тебя пою. Две судьбы в одну слились, узлами крепкими слились. Повторяю вновь и вновь, ты моя любовь, я твоя любовь. Здесь секреты не нужны, счастье в том, что вместе мы. Сегодня мы составили плейлист «Дня из хитов 2012 года». Слушай хорошую музыку и до скорой музыкальной встречи. Ну что, прямо сейчас в утреннем шоу «Разбудильник. Минутка истории». Вспомним интересные даты и интересные события, которые случались в разное время в разном месте. Именно 23 марта, например, вот так, в 1891 году на футбольных воротах впервые использовалась сетка. Ух ты, я даже не знала, что когда-то ворота были без сетки. Вот видишь как. О, вот это интересно. А в 2001 году, в этот день, была затоплена орбитальная станция «Мир» в Тихом океане. Вот я даже не знала про то, что она была затоплена. А теперь еще и в то, что она была в 2001 году, с ней вот такое вот приключилось. И, наверное, я так подозреваю, что есть там какие-то экспедиции, которые погружаются и смотрят. Исследуют. Исследуют. Наверняка. Я уверена, что какой-нибудь туризм уже придуман. Типа водно-космический туризм. А если этого нет, можно эту тему продать. Да. Давай мы об этом с тобой подумаем за кадром. Ну, а прямо сейчас передадим слово Лёше Власову, потому что он у нас по истории мастер. Об исторических событиях того самого дня поговорим прямо сейчас. В тот самый день, 23 марта 1876 года, пионер русской электротехники Павел Яблочков получил в Париже патент на изобретение электрической свечи. То был первый в мире электрический осветительный прибор, который получил широкое практическое применение. Впервые его использовали в магазине Лувр, где 200 газовых рожков заменили на 22 лампочки. Скоро новшество появилось в Лондоне, Бельгии, России и США. В тот самый день, 23 марта 1900 года, Артур Джон Эванс приступил к раскопкам на острове Крит. Уже спустя несколько часов после начала работ, близ развалин города Кноса, археологи обнаружили остатки легендарного лабиринта – дворца Нинатавра. В результате этих исследований была открыта абсолютно неизвестная до тех пор, но одна из величайших древних цивилизаций, получившая название Минойской. В тот самый день, 23 марта 1983 года, с космодрома Байконур, ракетой-носителем «Протон» была запущена в космос Советская автоматическая станция для астрофизических наблюдений «Астрон». Телескоп был создан на базе автоматической межпланетной станции «Венера» научно-производственного объединения имени Семена Лавочкина совместно с Крымской астрофизической обсерваторией и участием Марсельской лаборатории из Франции. В тот самый день, 23 марта 1998 года, легендарный фильм «Титаник» завоевал 11 премий «Оскар». Примечательно, что ни одна из наград Американской киноакадемии в актерских номинациях «Титанику» не досталась. Лучшими актерами были названы Хеллен Хант и Джек Николсон, а за роли второго плана награды получили Ким Бессенджер и Робин Уильямс. В тот самый день, 23 марта 2001 года, орбитальная станция «Мир» завершила триумфальный полет. Изначально рассчитанная на пятилетний срок эксплуатации, станция находилась в космосе 15 лет и вплоть до 2001 года, была единственным космическим домом, позволяющим достаточно долго экипажам находиться и работать на орбите, что дало поистине бесценный опыт обживания околоземного космического пространства. На этом экскурс в историю подошел к концу. Хорошего дня! Илья, вот ты знаешь, я когда утром просыпаюсь, я поворачиваю голову и говорю «Доброе утро, Гермионе Грейнджер». Так, так, интригует, интригует, пойду всем коллегам расскажу. И Гермионе Грейнджер – это не картина, это не фотография, это мой цветок фикус. Вот я так вот решил назвать цветок Гермионе Грейнджера. У тебя есть цветы какие-нибудь с именами? У меня есть зина. Зина? Да, только я забыла, какой она, ну, сорт, потому что, честно, ну, у меня такие познания в названиях растений очень сложные, но они сложные очень, а еще же бывает на латыни, когда вот там покупаешь, там помимо фикус, там все брум-брум-брум-брум написано. И ты так, ах, ничего себе, можно там блеснуть знаниями, вот как вот у тебя, да, у меня дома есть там. Нет, ты знаешь, мне кажется, я выбрал фикус только потому, что фикус – это легко говорить и запомнить, но фикус – фикус, и все, без вот этих вот названий на латыни. Я вообще завидую своим подругам, которые, во-первых, а, разбираются в цветах, б, у них этих цветов очень много, потому что это же все-таки полезно для комнаты. Вот, я знаю, вот только что можно посадить, например, апельсин, лимон, вот это я знаю. Знаю, еще бывает денежное дерево. Ой, я тоже это знаю. Вот, и еще знаю алоэ, потому что очень полезное в быту растение, оно увлажняет кожу, вот это вот точно знаю. Ну, смотри, для нас с тобой, в том числе и для всех телезрителей, наша следующая рубрика, потому что в ней эксперт знает много различных растений, и тем более, самое главное, он знает, как за ними ухаживать. В рубрике «Распустились» прямо сейчас узнаем. Доброе утро, меня зовут Елена, я младший научный сотрудник научно-образовательного центра «Ботанический сад», и сегодня я расскажу вам об уходе за апельсинами и лаймами. Лаймы. Лаймы – это кустарники небольшие, они вырастают до одного метра, не больше. Чем привередливы? Они в комнатной культуре очень сильно подвержены холодовому воздействию, их нужно тщательно беречь от сквозняков различных. Плоды лайма очень интересны по внешнему виду и отличаются от других цитрусовых. Зеленым цветом кожуры в спелом состоянии, и на срезе плод цитрусовых, он, кстати говоря, называется гисперидий, он у них такого зеленого тоже цвета, а не желтого или оранжевого, как у остальных цитрусовых растений. Лимандарины – это гибриды лайма или лимона и мандарина, соответственно, чем они характерны? Если мы с вами ходили в магазин и видели когда-то красные мандарины, то, соответственно, это лимандарин. Вот такая у них характерная особенность красной окраски. Как покупать, как выбирать хорошее цитрусовое? Например, мы пришли в магазин и видим цветущие и плодоносящие растения. Лучше выбирать не плодоносящие, а только-только зацветающие. Так мы будем уверены, что он когда-то заплодоносит. Однако, если же все мы все-таки купили именно с плодами, растения принесли домой, то нужно сразу же убрать все плоды, обрезать ветви наполовину, и уже в течение нескольких недель очень хорошо опрыскивать растения и не допускать засухи. По поводу полива. Цитрусовые также очень сильно требовательны к определенным условиям полива. Часто цветоводы переливают растения, считая, что цитрусовым нужно много воды. В таком случае нам лучше часто, но понемножку поливать. Вообще, как судят, когда нужно уже пришла пора полить, например, мандарины или апельсин, если мы видим, что верхняя часть земли уже подсыхает, следовательно, уже наступил тот самый период, когда можно уже его снова полить. Подкармливают растения комплексными удобрениями. В частности, если мы видим, что листья светлого оттенка, следовательно, нужно внести больше азотных удобрений. Или, например, мы можем вносить органические различные удобрения для профилактики. Уверена, у вас все получится. С вами была Елена. Хорошего урожая! Юль, знаешь ли ты такую группу Винтаж? Да, конечно. Там есть солистка Аня Плетнева, и она пела такую песню «Знак Водолея». Да, помню. Там есть строчка такая, как мне кажется, одна из самых главных посылов всей этой песни. «Живу на зло гороскопа». Вот вопрос. Аня Плетнева верит в гороскопы в итоге или нет? Ну, я думаю, что как минимум она знает, что гороскопы существуют, это первое. Во-вторых, она их почитывает, потому что она живет им на зло. Соответственно, она знает, что они гласят. То есть получается, что она как минимум не отрицает гороскоп. Ну да. Ну вот ты знаешь, мне кажется, все-таки Аня Плетнева по утрам читает обязательно гороскоп. По крайней мере, раньше читала, ведь она как-то написала эту песню, придумала ее. И, возможно, подчеркнула оттуда вдохновение для создания песни. Получается, гороскопы – это вообще очень полезная вещь для вдохновения. Как минимум. Как минимум. Поэтому, друзья, давайте узнаем, что же там нам звездочки на небе приготовили на день грядущий. Всем привет! Вы смотрите «Звездный прогноз» на 23 марта. Овны, дайте волю своей фантазии и займитесь каким-нибудь делом, где есть шанс проявить себя как творческую личность. Хорошо, если есть возможность сделать это на своем рабочем месте. Результаты приятно удивят не только вас, но и ваших коллег. Тельцы. То, что сегодня происходит в вашей жизни, будь то сложности или какие-то события, будет иметь продолжение. Тельцам следует позитивно реагировать на происходящее и искать в нем открывшиеся возможности и новые пути. Близнецы. Настраивайтесь на работу и активный напряженный день, иначе приступы лени не позволят вам сделать ничего из запланированного. Выберите одно или два важных вопроса и все время посвятите их решению. Раки. Ожидается плодотворный и благоприятный день. Ракам легко удается справляться с трудностями и достигать своих целей. Замечайте ошибки коллег и делайте выводы. Такой опыт поможет сделать свою работу более качественной. Львы. Следует помнить, что сегодня первое впечатление будет для вас обманчивым. Не делайте выводов и не принимайте скоропалительных решений. По прошествию короткого времени ваше мнение изменится, и вы сможете верно оценить ситуацию. Девы. Уделите время своим домашним. Окажите помощь, если кто-нибудь вас об этом попросит. Скоро вам тоже может потребоваться их поддержка. Не эскалируйте напряженные ситуации. Расслабьтесь эмоционально. Весы. Многочисленные события и суета будут присущи первой половине дня 23 марта у весов. Не придавайте большого значения мелочам. Не нервничайте. В противном случае самочувствие резко ухудшится. Скорпионы. Возможно, в последнее время вы принимаете желаемое за действительное и стараетесь уйти от реальности. Не стройте иллюзий. Ваши планы и решения должны быть реалистичны, иначе успеха не добиться. Стрельцы. Будьте готовы к тому, что сложности и ошибки будут сопровождать дела, в которых вы были полностью уверены. Сохраняйте уверенность в своих силах и в своем профессионализме. Думайте позитивно. Козероги. Измените сегодня подход к делам. Действуйте и думайте нестандартно, и вам удастся быстро получить нужный результат. Хороший день, чтобы начать новое интересное дело или познакомиться с важным человеком. Водолеи. День будет особенно удачным для людей творческих специальностей или тех, кто решил посвятить себя искусству. Подумайте, можно ли извлечь выгоду или получить известность, занимаясь своим хобби. Рыбы. День обещает быть напряженным и сложным в эмоциональном плане. Возникнет много проблем, которые будет проще решить, работая в команде и решая вопросы сообща. Звезды сегодня будут на вашей стороне. Это был Звездный прогноз на 23 марта. Хорошего дня. Продолжается утреннее шоу «Разбудильник», и мне кажется, что, точнее, я вот так скажу, я надеюсь, что для многих наших телезрителей мы уже стали частью жизни. Вот наша команда «Разбудильника» по большому счету, мы как друзья, мы можем подсказать, что приготовить на завтрак. С зарядкой тоже поможем, с гороскопом, поспорим, пообсуждаем, это мы все можем. А еще у друзей принято как-то вместе проводить время, вечером, например. Да, и у нас тоже для этого есть рубрика специальная, традиционная в конце нашего эфира. Куда пойти, что посмотреть, как культурно отдохнуть прямо сейчас. Сейчас мы расскажем вам несколько вариантов проведения досуга 23 марта. 23 марта в Малом зале Вятской филармонии состоится концерт под названием «Песни бардов из советского кино». Новая программа называется «Журавль по небу летит», а представит ее для вас проект «Барт в вагон». В этот вечер для вас прозвучит около 100 песен бардов, а также отдельные песни на стихи и музыку, советских поэтов и композиторов, сочиненных в разное время для отечественных кинофильмов. Выставка «Мороженые яблоки» представляет вниманию кировского зрителя творческий дуэт московских художников. В экспозицию выставки вошли более 100 произведений Натальи Бодриковой и Валерия Архипова. В произведениях художников представлена жизнь людей и их чувства в графике и керамике. Выставка, подготовленная Государственным музеем Владимира Высоцкого, представляет зрителю Владимира Семеновича в разные периоды его жизни, в разных ипостасях его таланта. Это своего рода наглядная биография поэта и актера. Вы смотрели рубрику «Куда пойдем?», где узнали о мероприятиях и событиях, которые можно посетить 23 марта. Отдыхайте культурно! Ну что, время нашей программы подошло к концу. Утреннее шоу «Разбудильник» вернется к вам обязательно завтра. А чтобы оно вернулось всем составом, нам нужно пойти готовиться. Вам нужно пойти по своим делам, а может быть продолжить смотреть наш телеканал? Конечно, потому что у нас много всего интересного впереди. А еще, чтобы не потеряться, чтобы наша дружба была еще крепче, нужно подписаться на нас в социальных сетях. Это значит что? Вконтакте, Одноклассники и Телеграм. Мы там вас всегда ждем, друзья. С вами был Александр Бушмакин. Юлия Андреева. И утреннее шоу «Разбудильник». Доброго утра и хорошего вам дня! Пока! Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова